Зато я готов улыбнуться гостю, который уже в нашей студии. Я рад представить Гафиса Аббасова, доктор юридических наук, и мы сегодня обсудим поправки в Конституцию. Доброе утро. Вчерашний день был весьма насыщенный на политические события. Чего нам ждать в ближайшее время? Как бы вы могли прокомментировать ситуацию? Да, действительно, вчерашний день был весьма неожиданным, особенно неожиданным на некоторые поправки, которые никто не ожидал, и никто не предполагал, что вот последнюю минуту будут внесены. Если сравнить законопроект, принятый в первом чтении, и законопроект, принятый во втором чтении вчера, конечно, очень много поправок, которые вошли уже после принятия в первом чтении. Очень много поправок, касающихся организации органов государственной власти, полномочий президента, полномочий парламента, судебной власти, прокуратуры и так далее. Ну, судя по тому, как оперативно работают и депутаты, и те члены рабочей группы, которые занимаются подготовкой поправок Конституции, то есть озвучена была 15 января, уже рабочая группа на следующий день приступила к работе, 20 января уже, 23, уже в первом чтении принято, вот сегодня уже во втором чтении, это основной закон, практически он завершен так, уже, возможно, сегодня уже в третьем чтении будет принято, и Совет Федерации одобрен. Очень много поправок, которые кардинально меняют работу ряда органов государственной власти, в том числе и президента. Можно говорить очень много, если, скажем, коротко о том, как оно будет реализовываться, я думаю, что реализовываться будут полностью все нормы, которые приняты. Это повышает ответственность государства, прежде всего. Необходимо отметить, что и раньше была обязанность государства заботиться о территориальной целостности, это суверенитет государства, обязанность Российской Федерации, обязанность государства оказать содействие воспитания молодежи, социальные гарантии, как социальное государство, написано в первой главе. То есть все эти нормы, которые включены в первую главу, они нашли свое конкретное уже содержание. Вы знаете, разрешите мне задать вопрос. Мы знаем, что будут поправки в Конституцию, они вводятся поэтапно. Один из таких этапов – это голосование, которое пройдет 22 числа. И как вы считаете, есть ли смысл туда идти? Конечно, в этом и все смысл нашей работы, повседневной нашей жизнедеятельности, нашего общества. Если туда не идти, то зачем тогда нужно было вносить эти поправки? Эти поправки, собственно говоря, и предполагают улучшение качества жизни, прежде всего, для людей. Даже весь этот социальный блок, если взять, социальный блок о гарантии государства, о повышении ответственности государства и за социально-экономическое положение, и за воспитание молодежи, и о ценностях семьи. Не случайно определение семьи, то есть брак – это брак между мужчиной и женщиной. Это ставит точку над всеми вопросами, дискуссиями, из кого семья должна составить, кто должен быть родителем. К сожалению, времени осталось на беседу совсем мало. Я вас прошу еще раз. На всю страну призывать наших граждан прийти на выборы и проголосовать, как велит сердце. Я считаю, что это обязательно. Это касается каждого гражданина Российской Федерации сегодня. Прийти и проголосовать за те поправки, поскольку это конституция будущего. Эта конституция, которая принята в 1993 году, благодаря этим поправкам приобретает совершенно новое качество. И приобретает новое качество жизни, практически касающейся каждого гражданина Российской Федерации. Поэтому нужно приходить, обязательно сказать свое слово. Конечно, я так считаю, это мое мнение, нужно проголосовать за эти поправки. Они только создают благо для нашего общества, для нашего государства. Спасибо большое. Напоминаю, в гостях в студии Гафи Сабасов, доктор юридических наук. Большое вам спасибо за ценные слова и добрые пожелания. Спасибо. Спасибо большое за беседу. Надеемся, что к нам прислушаются, к обычным гражданам. Ну а наш эфир продолжается. И предлагаю прислушаться к нашему следующему корреспонденту Стефану Филатову, который подготовил интересный сюжет.